здравствуйте любители плёночных фотоаппаратов сегодня мне в ремонте вот такой аппарат киев 6s аппарат 74 года выпуска такой уже нужно сказать погоду даже тоже раритетный аппарат еще первых выпусков то есть курок у них пустотилы человек приобрел аппарат и он его еще не видел и аппарат сразу попал как бы ко мне продавец на ремонт на профилактику сейчас посмотрим что с ним в принципе вот так выглядит корпус внутри эти беленькие точки которые это окись алюминия аппарат конечно имеет такой же запашок затхлый я думаю это все можно будет очистить отмыть судя по всему снимали могу сказать что очень много по прижимному столику видно что есть высшие потертости от рекордов первое первое что здесь затвор так шторка остановилась курок назад только пальцем и с большим усилием перебирать так призму на призме есть тоже паутинки паутинки плесени грибка я думаю это все уберется так дальше на стекле видоискателя на растере здесь растер стоит а сверху стекло прозрачное на стекле тоже есть паутинки небольшие это тоже все можно будет убрать так объектив под залипает чуть-чуть диафрагма так до конца уходит открывается дальше 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 продолжим по объективу здесь тоже есть грибок покажу пятно внутри на линзе вот так видно вот такая паутинка это уже грибок будем бороться с ним паралон естественно прокладочный весь разложился естественно большая коррозия на приводе зеркалом это не влияет конечно на работу аппарата мы посмотрим что у него внутри судя по винтам аппарат не разбирался это радует ну что внутри посмотрим все таки кажется что аппарат не разбирался еще заводские заливки лаком на винтах то есть это такое такое отошло с завода то есть все здесь родное ну теперь он вытаскивает затвор смотреть что затвора единственное что конечно есть окись это видно посмотрим что внутри дальше так выглядит внутри корпус белый налет это уже пошла окись на корпусе все уберется все что здесь есть можно перевести в порядок убрать все окисления убрать все окисления так сейчас посмотрим затвор вот механизмы затвора ну в принципе здесь это протяжный узел выдержек можно снимать ну Евгений просил чтобы я в ролике показал корпус заповар ну вот я показываю то есть что есть на самом деле как ни странно шторки здесь в приличном состоянии не потеряли эластичность не пересохли это радует то есть шторки трогать не надо только прочистить гильзы промыть все ну и как я уже говорил все механизмы этим сейчас я и буду заниматься так продолжаю вот так уже все прочищено вычищено смазано промыто ну в общем сделано все что нужно все выдержки отрабатывают вот так вот так убрал плесень со стекла ну короче вычистил все получилось очень даже неплохо зеркало тоже чистенько все что у него было все получилось удалить вот такой получился аппаратик очень неплохо взводится четко отрабатывает выдержки так теперь корпус ну корпус так же удалось вычистить там ну удалить и остановить окись светки следовало которые были на корпусе и теперь буду собирать продолжаю дальше так с аппаратом все в порядке аппарат уже готов осталось заняться объективом посмотреть диафрагму чтобы она не подлепала ну естественно убрать рейбокс линзы которые я показывал на внутренней линзы сзади как на заблок вот здесь ладно разбираю объектив объектив привел порядок убрал рейбок рейбок который здесь был с участниками все работает все как положено все как положено все люфты убрались все работает как надо все работает как надо и так Аппарат с пленочкой я проверил, дает 13 кадров, распадровка нормальная. Так, аппарат работает, как положено, диафрагма работает так же, как положено, открывается. Загрешки также все отрабатывают, так выглядит аппарат внутри, то есть все окисла, которые здесь были, удалось удалить. Все удержки отрабатывают корректно, все работает хорошо. Все, теперь аппарат готов к отправке к своему владельцу Евгению. Всем удачи, до новых видео. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok